Всем привет! Вы смотрите кулинарную пропаганду, и с вами я, ее бессменный ведущий Дмитрий Флесков. Сегодня у нас очередной анбоксинг. Я человек с заведущими глазами и загребущими руками. Не могу спокойно смотреть, когда кто-то где-то готовит что-то вкусное, а я этого себе позволить не могу, потому что нет соответствующего инструментария. Так подсмотрел у своего интернет-знакомого своего интернет-коллеги, как он обалденно коптит рыбу. Ну и тоже захотел, естественно. Заказал через интернет-магазин из Германии себе коптильню. В этих коробках, в какой из них, маленькая коптильня, ну дымогенератор, должны быть опилки для копчения и должна быть нитритная соль. Давайте смотреть, что где-то находится. Здесь у нас опилочки. Скажете, сумасшедший повар опилки из Германии заказывает. Но куда деваться, где их здесь искать буду? В наших краях можно найти, наверное, апельсин, и, может быть, даже их можно настрогать, но вот до такого вот мелкого состояния мне просто нечем их приготовить. Вот они, опилочки. Для коптильни, которую, я надеюсь, находятся здесь, очень важно, чтобы опилки были очень мелкие, потому что она предназначается для холодного копчения. Соответственно, требуется очень медленное дымовыделение этого дымогенератора. И важно, чтобы этот дым дымогенератор генерил долгое время, потому что копчение происходит минимум 12 часов, в деле 24 часа. Ну и каждые 2 часа бегать к этой коптильне, подсыпать, не засыпая ночью. А пилочки умаешься, правда? Поэтому важны очень мелкие, чтобы они медленно отлили и работали. Так, ну чего, откладываю эту сторону. Теперь за вторую коробочку. Так, что у нас здесь? Упаковочка. Не жалею, на бумаге. Это у нас соль. Где коптильня? А с коптильней надули в очередной раз? Да, пристали только соль. Коптильней пока нет, но она, видимо, будет в следующем нашем выпуске. Это соль. Это не обычная соль, это нитритная соль. Она нужна для копчения, для засолки. Если мы засаливаем и коптим, вялем продукт с обычной солью, без добавления этих самых нитритов, то готовый продукт после приготовления становится серого цвета. А чтобы получить колбасу, куски мяса красного оттенка, нужно, чтобы, ну, как в магазине бывает, да, нужно добавлять как раз вот эту нитритную соль. Будем ждать следующую посылку. Не успел с вами как следует попрощаться, и надо уже опять здороваться. Здравствуйте! Только вчера распаковывал посылки с солью и с опилками. А сегодня пришла новая посылка. Вот она. И это уже коптильня. Давайте смотреть, что-то внутри. Какая она миниатюрная. Какие-то инструкции. Вот такая вот фентифлюшка. Это у нас что? Здесь есть пакетик с опилками. И даже есть место для вот такой вот свечечки, для старта. Сюда насыпаем опилки, плотно утрамбовываем, поджигаем свечечку, они начинают лить, и горят 7-8, а то и 9 часов. Вот такая прикольная фиговина. Попробуем что-нибудь покоптить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!